Вначале вопрос к вам. Кто помнит, какое значение, оригинальное значение слова «причастие»? Оно еще и называет его «евхаристия». Оно из греческого оригинального слова переводится как «кто помнит?» Вам уже прожектор подсказал. «Благодарение». Я думаю, что этим, друзья, подчеркивается, какой должен быть настрой наш, какой мотив, цель, что мы хотим выразить через принятие или участие в служении «причастие». И я хочу напомнить, что когда Иисус Христос, после Его смерти и воскресения, Он дал эту заповедь Его ученикам, чтобы они участвовали в «причастии», то первые христиане платили большую, высокую цену для того, чтобы участвовать. И вот пару моментов, исторических фактов, в чем обвиняли христиан, которые принимали «причастие». Первое – каннибализм, так как они утверждали верующие, что они едят плоть и пьют кровь. Казалось это всем очень странно и обвиняли верующих в таких вот просто диких действиях. Второе – их обвиняли в сексуальной оргии, потому что эти собрания назывались еще «вечеря любви». Но когда у людей разум развращенный, то, конечно, их фантазии работают в разные стороны. И последнее, самое сложное – христиан обвиняли в неверности римским богам. Императоры в то время, они сами себя провозглашали богом, требовали поклонения себе. И если кто-то отказывался поклоняться этим богам, римским императорам, конечно же, христиан гнали, арестовывали, убивали. И я хочу, чтобы мы все поняли, каждый раз, когда первые христиане приходили и принимали «причастие», для них это могло стоить жизни. Это была высокая цена. Это исторические справки. Дальше. В первой части мы с вами, друзья, говорили, какая же твоя ответственность в причастии. И первое. На основании Писания мы сказали совершать его заповедь. То есть делать то, что Иисус сказал, повиноваться, исполнять, потому что это не просто традиция или форма служения. Это была заповедь. Второе. Наша ответственность помнить о его жертве. Подчеркиваю, помнить, потому что в тексте Священного Писания написано «Едите, это и сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Вы знаете, друзья, иногда мы людям что-то делаем доброе, а они нам потом в ответ нас какое-то неприятно сделают, и мы так сидим и думаем, ай-яй-яй, я сколько добра ему в жизни сделал. Вспомнили? А представьте, Иисус Христос так смотрит на нас и думает, я сколько ему в жизни добра сделал, а он не помнит, какую же цену я заплатил. Поэтому вот здесь написано «Помнить». Важно помнить. Третье. Наша ответственность – возвещать смерть Господню. Так написано. Возвещайте смерть Господню. Если вокруг вас люди и спрашивают вас, а что это вы делаете? Вы им возвещаете, вы им рассказываете, вы им свидетельствуете, что Иисус Христос для нас – это Господь и Бог, Который умер на кресте, и вы им свидетельствуете в вести Евангелия. И это твоя ответственность. Иногда мы принимаем причастие, для нас это больше как ритуал, мы это выполняем так механически. Но Писание говорит, что есть ответственность в причастии. И одна из них – это тебе рассказывать, и не стесняться рассказывать, и знать, почему и кто умер. Четвертое. Возвещать Его второе пришествие. Это тоже ответственность. Написано. Возвещайте, доколе Он придет. Значит, оказывается, Он придет. Значит, оказывается, есть будущее. Значит, когда мы участвуем в причастии, мы имеем дело не только с прошлым. Иисус Христос давно-давно умер на кресте, а мы также соприкасаемся с будущим. Мы это объединяем. Христос придет. То есть мы здесь затрагиваем эсхатологический аспект нашей веры. То есть это будущее. И мы этим всегда напоминаем. Во-первых, себе, что я верю, что Христос придет за мной. И другим людям напоминаем, что мы верим в вечную жизнь. И это все связано вот с этим вот событием. Видите, столько здесь смысла заложено в этом служении. И пятое, Писание предупреждает нас, что наша ответственность участвовать в нем достойно. И у многих возникает вопрос. Написано в Писании, кто ест и пьет недостойно, тот это делает в осуждение себе. Или по-другому, сам на себя навлекает суд Божий. И Писание предупреждает, чтобы мы были осторожны. Но и говорит также, какое благословение нам несет это причастие. И вот здесь возникает вопрос, а что значит достойно? Как это практически? Как узнать, я достойно или нет? И вот пару мыслей. Первое, это осознавать, что это святыня. Что это не просто обычай, ритуал. Кто-то это придумал. Это святыня. Евреям 10 глава. Там говорится о крови Христа. И подчеркивается, что если кто-то не почитает это за святыню, для кого-то это недостаточно важно. Это просто такое, как бы, ну надо сделать, ну сделаем. То есть его все естество не переживает, не осознает, что это святыня. Второй момент, это когда человек участвует без благоговения. Благоговение, это высший уровень почтения, который мы можем выразить. И вот здесь, друзья, апостол Павел пишет к верующим, к коринфянской церкви, 11 глава, первое послание. И он говорит в новом переводе, «Никак нельзя назвать ваше участие в вечере Господней». Когда вы собираетесь, это нельзя назвать вечерей Господней. И он объясняет. Одни напиваются, другие остаются голодные. И там в конце написано «Не позорьте Божью церковь». И это было к верующим, которые начинали правильно, начинали хорошо, но оно до того докатилось, в такое превратилось, что это просто там, ну, покушаем вместе, потусуемся, пообщаемся, заодно причастие примем, ну, проглотить надо, проглотим, не проблема. Нету благоговения, и он их обличает. Для нас это напоминание, что любое духовное дело может превратиться в плотское. Вот хорошее начало, хорошее намерение, но потом оно как-то может вот так вот со временем так как-то скатиться, докатиться, и оно как-то превратится, потерять смысл оригинальный. И я рассказывал исторический контекст первой части, как люди это делали раньше, как они собирались. И главное это правильный мотив, чистый мотив, почему люди приходят, почему берут, почему участвуют. Но и следующий момент это, когда человек живет в грехе и участвует в причастии, то Писание об этом предупреждает. Это значит недостойно. И вот вам подтверждение. 1 Коринфянам 10 написано. Вы не можете пить одновременно из чаши Господней и из чаши демонов. В синодальном Бесовской. Нельзя в одно и то же время участвовать в трапезе Господа и в трапезе Бесовской. Хочу обратить ваше внимание на слово одновременно. Что это значит? Что люди и тогда, и сегодня умудряются одновременно жить в грехе и одновременно участвовать в причастии, одновременно иметь какую-то личную, тайную, греховную жизнь или двойную жизнь. В воскресенье вид хороший, святой, приличный, но в жизни, в понедельник, в других это совсем другая жизнь. И вот это, что он предупреждает, что это нельзя делать. Это святыня и человек предупреждается. И дальше, друзья, в контексте мы знаем, что в то время в Коринфянской церкви было очень развито идолопоклонство именно в ту эпоху. Люди поклонялись разным идолам, богам. Их было много. И Иисус был один из них. И вот они поклонились там римским богам. И Иисусу надо поклониться. Нет проблем. И он подчеркивает, что нельзя это делать. И в этом, друзья, и сегодня для нас есть предупреждение. Когда у нас есть сегодня современные идолы, мы можем им поклоняться. Но и Иисусу поклонимся. Нет проблем. Кому еще надо поклониться? Вот это то, что пытается донести послание, которое говорит именно о подходе к причастию. Ну и последнее это, когда человек живет в непрощении. Вот это вот у вас на экране такие самые главные факты, что значит участвовать недостойно. Заметьте, что жить в непрощении, можно его соединить жить в грехе. Потому что это почти одно и то же. Но почему я его поставил отдельным пунктом? Потому что я вам покажу в Писании, насколько Писание выделяет, что причастие связано с отношениями с людьми. Просто выделяет. И то есть нельзя разделить это. И чаще всего у людей проблемы, именно духовные корни, идут вот туда, в сферу непрощения. И если человек с этим живет и ходит, то мы с вами увидим чуть позже по текстам Писания, что это тоже неправильное состояние или участие недостойно. И если вы в себя осознали, что вы находитесь вот в этой категории, я недостоин, не уходите домой. Есть выход. Нужно идти, признаваясь в своих поступках, и каяться, и участвовать. Поэтому, друзья, Писание говорит, пусть анализирует себя, пусть испытывает себя. Зачем? Чтобы ты мог прийти к покаянию. И дальше написано, и пусть ест. Поэтому, друзья, важно не застрять вот в этом периоде я недостойный. Сегодня и через месяц недостойный, и полгода он недостойный. Не-не-не-не. Ты эту ситуацию можешь исправить. Иисус Христос дает выход. И сегодня мы подходим к следующему нашему пункту участвовать регулярно. Если вы можете показать шесть вот этих пунктов, вы их тоже можете сфотографировать, запомнить. Повторяю, твоя ответственность в принятии в участии причастия. Это то, что Писание расписывает, предупреждает и направляет христиан и сегодня. Хотел бы, друзья, обратить ваше внимание на кто может участвовать в причастии. Хочу напомнить 1 Коринфянам 11 глава. Написано 25 стих. Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите в мое воспоминание. В английском переводе там написано это завет и там объясняется между Богом и его людьми. То есть, вы же согласны, что нельзя завет, контракт подключать случайно. Пришел бизнесмен, ты знаешь, сегодня контракт подписал случайно. такого не бывает. Правда? Это осознанно. Это человек обдумывает и принимает сложные решения. Вот здесь, друзья, важно увидеть, что когда мы идем к причастию и пытаемся определить, а кто же имеет право. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание вот этот контекст чаша, кровь, завет. то есть, это люди, которые признали лично, что для меня Христос, Он Господь, Он Иисус, Он Спаситель. Я своим решением, покаянием верою в оправдание, оправдываюсь верой и заключаю с Ним завет через отношения. Верою в отношениях я с Ним. И потом еще я это подтверждаю еще одним шагом через водное крещение. это тоже еще один завет, когда я публично заявляю о своей вере, публично исповедую это. И вот это, друзья, завет между Богом и человеком. Это важно увидеть. То есть, люди, которые в завете, они там не случайные, они не прихожане, они осознали, они поняли, они разобрались, они вступили в эти заветные отношения. И вот тогда для них это может быть большим благословением. Одна из причин иногда меня спрашивают, а почему в евангельских церквях не дают участвовать детям в причастии? И здесь тоже важно подметить, что, во-первых, многие дети в маленьком возрасте, они еще не заключили этого завета, потому что они интеллектуально даже не могут выйти на этот уровень. А второе, иногда вот в некоторых церквях католическая церковь, православная церковь, там крестят младенцев. И с одной стороны намерение хорошее у родителей, но я хочу, чтобы мы увидели, что это не был выбор детей. То есть это не человек, хоть пока он маленький, он сам решил, я хочу служить Господу, я выбираю верить, это мое личное решение. За них это сделали кто? Их родители. Вот почему в евангельских церквях это подход другой, этот человек должен в осознанном, в зрелом возрасте сам принять решение, не мама за него, я верю, я понимаю, я осознаю, и это мое личное решение. Еще дополню, что иногда дети в меру своей незрелости, интеллектуальности, они не могут до конца осознать, что это, зачем это, и они не могут разобраться, достойно, недостойно, когда Писание говорит, вы это делаете, не рассуждая о теле, вы думаете, ребенок разберется, что значит рассуждать о теле, ведь правда, иногда и взрослые не совсем до конца это понимают, а тем более дети, вот почему в евангельских церквях это стоит на более другом уровне, потому что здесь есть очень важность, ответственность и очень глубокий духовный смысл, итак, друзья, участвовать регулярно, это наш шестой пункт, это ответственность верующих людей, читаем с вами Иоанна 6 глава, 53 стих, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем, сколько раз в этом тексте употребляется ядущий и пьющий, считайте, вы, наверное, замечаете, что несколько раз это повторяется, а вам не кажется, что одного раза, наверное, было бы достаточно, но я верю, что не случайно, то есть фокус, акцент, как будто подчеркивается, как будто бы кто-то пропустит важность этого момента, что именно верующие, которые не поняли, как важно для духовно здорового человека участвовать, принимать это святое причастие регулярно, регулярно, это напрямую отражается на его духовную жизнь, и вот смотрите, насколько это важно, первое, если человек не будет это делать, первое, не будет иметь жизни, мне кажется, это серьезное заявление, какой жизни, разберемся, дальше, если не будет, не будет иметь вечной жизни, воу, так что, значит, я, да, стоит задуматься, вы понимаете, насколько, какой смысл в этой заповеди, который Христос передал, что она тебя с вечностью или связывает, или лишает, один из элементов, третье, если не будет, то он не будет пребывать во мне, и я, Христос, не буду пребывать в нем, три таких вот сильных, глубоких посланий в одном коротком тексте, которые связаны с духовностью, с жизнью и с вечностью, и все, тематика, это причастие, первый вопрос, о какой жизни идет речь, не будете иметь жизни, я уверен, что есть люди, которые Бога не знают, не верят, отвергают, и они говорят, я дышу, я хожу, я бизнесом занимаюсь, что ты имеешь ввиду, я не участвую в ваших ритуалах, я вообще не верю в это, спроси, а что ты спросил, здесь как раз идет речь не о физической жизни, а именно о духовной жизни, о состоянии твоего духа, да, именно о состоянии твоего духа, и кто этим духом управляет, это важные детали, потому что именно состояние твоего духа, оно тебя либо приведет к вечности, либо лишит вечности, вот видите, оно же все идет к этому, второй момент, это то, что если человек не участвует в святом причастии, он лишен духовной жизни, если вы смотрите на этот короткий отрывок, там такие моменты, значит, ты в Христе не пребываешь, Христос в тебе не пребывает, ну и там мы уже за вечность поговорили, то есть получается ты духовно как бы ты завис, ты как бы ты нигде, ты вроде бы и называешься верующим, вроде бы иногда и в церковь попадаешь, но ты где-то мимо промазываешь, не осознавая до конца важности заповеди, которые Христос сказал верующим исполнять. дальше еще один, я думаю, такой важный вывод, это что духовно, если человек духовно не участвует регулярно в священном причастии, он деградирует, если он регулярно не участвует в этой святыне, он деградирует, и еще добавлю, духовно здоровый никогда это не допустит, хочу повторить, духовно здоровый он это не допустит, это не значит, что если он один раз пропустил, как бы, то его Бог сразу будет карать, нет, но если он раз пропустил, второй, уже полгода его нету, ни в церкви, уже полгода он не участвовал в этом, и он вообще не чувствует проблем, он вообще не чувствует, тогда, друзья, вот нам нужно всем помочь, сказать, это уже духовно больной человек, это уже духовно идет деградация, он не понял смысла этого, и если в вашем окружении есть люди, которые год, полгода не участвуют, ваши друзья, близкие, и вы об этом знаете, то вы им отправьте ссылку этой проповеди, чтобы помочь людям не потерять, не промазать мимо, понять важность этого момента, это не просто такая традиция, у нас по календарю нужно это делать, в этом заложены духовные глубокие смыслы, и, конечно, друзья, можно еще также обратить внимание на вот это слово не будет иметь в себе жизни, и попробовать разобраться, что же здесь имеется в виду, я думаю, вы помните, я вам рассказывал о том, что каждое слово в Библии имеет номер, этот номер называется номер стронга, на экране вы видите определение, что это значит, то есть каждое слово в Библии, которое переведено из оригинального текста, еврита или греческого, имеет номер, и это можно, это помогает нам, во-первых, знать оригинальное значение, во-вторых, это помогает нам найти это же слово в других текстах Писания и больше понять контекст, так вот здесь, если вернуться слово жизнь, не будете иметь жизни, имеет номер 2222, а теперь мы с вами попробуем найти это же слово в других текстах Писания, и мы открываем знаменитое Иоанна 14,6 и там написано, Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь, и вот это слово жизнь имеет то же самое число 2222, и когда мы возвращаемся и читаем, кто не будет принимать, не будет есть и пить, и написано, не будет иметь жизни, то кого он не будет иметь? Вот какие духовные смыслы заложены в этих простых текстах. Он просто не имеет в себе Христа, он может называться верующим, он может как бы не против Бога и вашей церкви, а не против, но вот этих глубоких процессов духовных внутри, они у него отсутствуют. Вот почему важно не будет иметь жизни, или я бы еще сказал, не будет иметь смысла жизни, потому что некоторые люди живут и без Христа, и они не хотят, он их не интересует, но рано или поздно они придут к выводу, что жизнь пуста, не имеет смысла, если нету там Христа. Только кто-то это сделает перед смертью, кто-то в пик кризиса, а кто-то раньше. но важно, чтобы для нас верующих мы понимали, что смысл жизни, приоритет жизни, цель жизни для верующих это Христос, который в нас и дальше хотел бы обратить ваше внимание на слово пребывает. Здесь тоже, видите, номер, и хочется узнать, о каком пребывании идет речь. И снова, если мы берем этот номер, идем, ищем в Писании, где еще употребляется это слово, то мы находим знаменитая Иоанна 15,4, этого нету на экране, где Иисус говорит, я есть лоза, а вы ветви, и кто пребывает во мне, принесет много плода. И здесь, друзья, то же самое слово, которое мы читаем в этом отрывке, то же самое слово употребляется и в том контексте, где Иисус говорит, я лоза, вы ветви, и только если вы будете пребывать, что значит пребывать? Постоянная личная связь, ты как веточка по отношению к Иисусу Христу, не кто-то за тебя, а лично ты постоянно на связи и осознаешь всю зависимость от лозы, сок, жизни, все, все, ты полностью от этого зависишь. И если человек не понял этого принципа, у него плода не может быть. Когда мы читаем, что принесет много плода, помните, мы с вами изучали какого плода, снова взяли слово плод, взяли номер стронга и нашли в Галатам написано плод духа и перечисляются и это можно по-другому назвать характер. Поэтому, чтобы характер менялся, одно из условий это пребывать на лозе, то есть быть в постоянной личной связи с Богом через молитву, чтение слова и вот это святое причастие, заметьте, и вот это слово пребывать несет в себе духовный смысл постоянной связи. Это не просто механический обряд, отношения. Я хочу, чтобы мы все увидели отношения. Я раньше не замечал этой истины, что когда мы совершаем причастие, мы всегда имеем вызов, какие твои отношения с Богом и с людьми. вертикально и горизонтально. И если вы углубитесь больше в контекст вот этого темы причастия, я раньше этого не видел, всегда вызов твои отношения с Богом и твои отношения с людьми. И представьте, каждый раз, если мы это делаем правильно, каждый раз, когда ты приходишь к этому моменту, ты всегда, у тебя вызов, проверяй отношения с Богом, проверяй отношения с людьми, проверяй, куда ты движешься, понял ли ты смысл, состояние твоего духа, направляешь ли ты в вечность, или ты где-то забуксовал. Вот куда нас направляет каждый раз, когда мы это делаем, написано, вспоминая жертву Иисуса Христа на кресте. Поэтому, друзья, если кто-то не участвует в причастии давно или участвует редко, то значит, он оторван это слово такое неприятное, оторван от источника жизни. Вот почему Христос там говорил, я пребываю в вас, вы пребываете, а если нет, тогда читайте наоборот, то же самое. Поэтому, друзья, здесь нам важно понимать, что регулярность участия в причастии крайне важна для верующих людей. окей, но если кто-то из вас слушал так со стороны и понял, что окей, все бенефиты я понял, опасности тоже понял, я согласен, подписываюсь, у вас вот это вот практикуется, вот эта церемония один раз в месяц, тогда нет проблем, я согласен, один раз в месяц приду в вашу церковь, поучаствую, приму, все нормально, как вы думаете? Я попадаю в категорию всех вот этих бенефитов, я получаю, ну, вы же сказали там, нужно есть и пить, вы это делаете раз в месяц, ну, я раз в месяц сделаю, как вы думаете, мое духовное состояние, нормально? что вы так засомневались, как будто я кого-то поймал, я же не знаю вашей мысли и вашей жизни, я просто спросил, но ответ, конечно же, нет, почему? Потому что это не чек-лист, чек-лист, это вот список есть, вот тебе нужно сделать то, 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 то сделать, если ты сделал все, формулу, исполнил, традиции, обряды, все исполнил, все нормально, нет, друзья, это больше, чем просто обряд, действие, это отношение, вот хотелось бы, чтобы мы проникли этой, проникли с этой мыслью, это отношение, и оно может быть правильным, неправильным, нарушенным, или их не существует, и здесь хочу спросить у вас вопрос, как вы думаете, как часто нужно участвовать в причастии хорошим верующим? что написано в Библии, как часто? Ну, смелее, ну, раз в год, раз в месяц, раз в неделю, интересно, друзья, что в Библии не дается точной цифры и указаний, что нужно в причастии участвовать три раза в неделю, или там один раз в год, но что в Писании мы находим, я вам сейчас прочитаю, вот в разных церквях это практикуется по-разному, например, я жил во Франции, у нас это делалось один раз в неделю, каждое воскресенье, в большинстве славянских церквей здесь, в Америке, и не только, это обычно делается один раз в месяц, а как же это делалось в Первоапостольской церкви, кто знает? Громче. У вас есть правильные ответы каждый день, регулярно, и если вы пойдете изучать историю, то вы, друзья, увидите, что первые христиане, некоторые источники говорят, делали это каждый день, некоторые источники говорят, один раз в неделю, конечно, нам проверить трудно уже эти факты, но в любом случае мы знаем точно, что они это не делали раз в месяц, они делали это каждый раз, почти когда не собирались, и если даже, скажем, не каждый день, а хотя бы через день, к примеру, то все равно хочу подчеркнуть регулярность, очень часто они это делали, и вот я вам прочитаю, как это подтверждается в текстах, Деяния 2 глава, 42 стих, они, кто они, кто они, апостолы, уверовавшие, постоянно пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах, смотрю на вот этих первых христиан, и вы, прочитав этот текст, можете приблизительно написать, какая у них была программа собрания, вы можете написать, вот просто прочитайте это местописание и ваше задание, вы администратор, напишите, какая у них была программа, вы замечаете контент, контент, я хочу обратить ваше внимание на вот содержание собрания первоапостольской церкви, первое, что на самом, на первом месте, учение, самое главное, это слово, слово, все пройдет, написано, но слово не пройдет, слово проповедь, это центральная вещь, которая людей способна, Божье слово, менять, изменять, преображать, вот это вот, постоянно, второе, что второе? Общение, кто из вас не в домашней группе, поднимите руку, нет, шутка, не поднимайте, вы понимаете, насколько важно, вот почему мы, как церковь, мы верим верим в домашние группы, потому что эта идея даже не наша, оригинально, это вот, деяние, вторая глава, постоянно, в общении, в каком? Среди верующих людей, в малых кругах, тогда не было мега церквей, тогда это были маленькие домашние общения, мы уже с вами испытали, здесь в Америке, когда большие здания, церкви закрываются, и где мы с вами оказались? по домам, поэтому, если структуры такой нету, то, конечно же, важно понимать, что для христиан очень важно общение, духовное, здоровое общение, если ваши дети, если вы редко посещаете церковь, я вас просто вдохновляю, поймите, для вашего здорового, духовного развития, вам нужно общение с верующими людьми, не с теми, кто себя так называет, кто там лицемерит, кто там, ну вот за здоровыми, духовно здоровыми людьми, это вам поможет, оно на вас отразится, вот почему это было у них, и сегодня это необходимо, дальше, третье, что там перечисляется, они постоянно, подчеркиваю, регулярно, по-английски написано devoted themselves, то есть они были посвящены этому, это не так там по настроению, это не по настроению, это посвящены, постоянно, в учении раз, в общении два, а третье, преломление хлеба, какого? И здесь, конечно, если вы копнете глубже, контекст это святое причастие, они регулярно принимали святое причастие, и здесь, друзья, и в конце идет молитва, вот это вот концентрат, содержание, собраний, первых верующих, и 1 Коринфянам 11-20, тоже там написано, что каждый раз, когда вы собираетесь, то есть подчеркивается снова регулярность, и послание Коринфянам, и деяния апостолов, постоянно, когда они собирались, они практиковали, они принимали святое причастие, потому что для них это было крайне важно, они видели смысл духовный, глубокий, и они понимали, что они без этого не протянут, не протянут, их могли убивать там, отдавать на эти арены к львам, он понимал, что для него это смысл жизни, его завтра за это убьют, он знает, что он живет вечностью, поэтому он верит в это, он это принимает, он понимает, что это не только сегодня, а он верит в жизнь после смерти, и каждый раз это ему напоминается, и он понимает, для него это принципы, которые нельзя подвинуть, нельзя отменить, можно какие-то мероприятия отменить в церкви, но вот это святое причастие нельзя отменить, нельзя потерять, иначе ты теряешь смысл духовных всех процессов, если ты не понял до конца важности этого причастия. Но, друзья, согласитесь, или давайте признаемся, что все, что мы делаем регулярно, оно иногда теряет ценность, иногда так кажется, правда, не знаю, например, регулярно человек кушает, чистит зубы, купается регулярно, и уже как бы оно его так не сильно вдохновляет, там, как бы, вот, ну, пойдешь, душ примешь, ну, окей, примем, а что ты так такой невдохновленный, как бы, это же такая, а это для него это такое обычай, такая регулярность, такая серенькая, как бы, а кушать будешь? Ну, это да, это исключение, там вдохновение приходит, но я хочу вот что, подметить, смотрите, вот эти регулярные процессы, которые кажутся нам скучными, да, там, зубы чистить, уже скучно, правда, мы чистим, скучно, но чистим, там, купаться, но заметьте, благодаря вот этим регулярным процессам, ты жив, физически, чистишь зубы постоянно, купаешься постоянно, спишь постоянно, и кажется скучно, но все равно спишь, и кушаешь постоянно, благодаря этому жизнь, дышишь как? Постоянно, молодец, потому что, если не будешь постоянно, то, вы понимаете, друзья, как работает, вот эта параллель, и в духовной жизни, и в духовной жизни, есть вещи, которые должны быть настолько постоянны, чтобы ты жил, не существовал, а жил, а это значит, что если ты Библию читаешь непостоянно, то и сам делай выводы, если у тебя молитвенная жизнь личная, непостоянная, делай выводы, если ты в этом святом причастии участвуешь нерегулярно, духовно болеем, вот, друзья, какие принципы заложены в этом святом причастии, и перед нашей молитвой я хочу сделать вывод, каждый христианин имеет ответственность регулярно искать и участвовать в причастии, регулярно искать и участвовать в этом святом причастии, и помните, что каждый раз, когда мы приходим к этому моменту, мы всегда стоим перед вызовом, какие у тебя отношения, с Господом и с людьми, и с людьми ты их не сможешь обойти, некоторые говорят, главное, чтобы у меня с Богом все было нормально, согласен, с Богом это сто процентов, надо, чтобы было нормально, но если с людьми ненормально, то это, вот это вот все причастие сильно связано с отношениями с людьми, и мы об этом поговорим в третьей части, сейчас давайте поднимемся, и я хочу пригласить для молитвы нашу команду служителей, которые готовы за вас помолиться, и хочу сделать призыв, если есть в этом зале люди, которые не верили, что Иисус Христос это Божий Сын, который пришел на землю, умер за тебя, за твои грехи, я сегодня вам предлагаю, делаю вызов, пожалуйста, вы можете сегодня признать и прийти к Богу в покаянии в своих грехах, и вы получите прощение, вечную жизнь и смысл жизни, обязательно скажите нам об этом, и за вас помолимся, если в этом зале есть верующие люди, которые уже спасенные, прощенные, но у вас есть нужды физические, эмоциональные, финансовые, разные, и вы верите в молитву, если вы хотели бы, чтобы за вас помолились, либо за исцеление, либо какие-то у вас, просто, вам тяжело, вам тяжело, иногда просто по жизни мы идем, мы же разные вызовы испытываем, вы также можете выйти вперед для молитвы, если вы верите в эту помощь и силу, а для остальных людей, я хотел бы вас пригласить в церковь, мы сейчас, я вместе с вами, мы склонимся на колени, я хотел бы, что прежде чем мы пойдем принимать, прикасаться к этому, если можно, вот эти 7-6 пунктов еще раз на экран, чтобы каждый сам собой и со своим Господом мог пройти по этим пунктам и сказать, моя ответственность в принятии причастия, если какой-то пункт там нарушен, если какой-то отсутствует, признавайтесь, рассказывайте Богу, как есть, в нем есть выход, в нем есть вот это, если нету этой настоящей жизни, в духе нету жизни, как будто бы, вроде бы ты и живой, но вот не существует, вот этих отношений живых, помните, я читал текст, нету жизни, нету в тебе жизни, если не будете есть и пить, а можно есть и пить машинально, а жизни все равно нету, потому что it's all about relationship, весь все сходится к отношениям, поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас, когда мы склонимся, мы просто, мы так, друзья, в жизни заняты, отвлекает нас, столько вещей отвлекает, я хотел бы попросить, если можно, вот кто сзади, кто здесь будет, если можно не ходить, вот давайте попробуем, какой-то вот период взять, не ходить, закрыть глаза, и когда мы станем на колени, просто как-то вот по-другому посмотреть на это, и сказать, Дух Святой, открой мне, может быть я вот уже 30 лет, 20 хожу в церковь, и вроде бы участвовал, но не видел смысла, не видел вот этой глубины, вот этой жизни духа, которая связана, сокрыта вот с этим, священнодействием, и просто поразговаривайте, искренне, скажи, Господь, я нуждаюсь, я хочу, чтобы мне, это несло жизнь, жизнь, мой дух, я хочу быть живым, я хочу, я устал вот это себя, как-то там таскать, уговаривать, я же не, я часто не настоящий, оно вот как-то мне уже самому надоело, Господь, ну, животвори меня, животвори меня, подскажи, направь, во имя Иисуса Христа, давайте склонимся на колени, кому нужна молитва, выходите вперед, Отец Небесный, мы как Твои дети, как уверовавшие в Иисуса Христа, мы сегодня, Господи, признаем, что для нас, Ты, Господь, Ты, Бог, в Которого мы верим, за Который мы выбрали идти по жизни, и для нас, Ты являешься смыслом жизни, помоги нам, Господь Иисус, передать этот смысл жизни нашим детям, и тем, кто Его еще не понял, не увидел, во имя Иисуса Христа, помоги, чтобы сегодня, когда мы будем совершать это причастие, помоги, чтобы люди, гости, которые еще не познали живого Бога, чтобы они видели, и чтобы через это мы возвещали смерть Господню, что через это мы свидетельствуем, что Ты умер за мои грехи, Ты умер на кресте, взял наказание вместо меня, что Ты, Господь, умер и этим простил меня, омыл меня Свою кровью, оправдал, и сегодня меня уже не судит совесть, не мучит совесть, потому что верою в Иисуса Христа я получил свободу в совести, в духе, Господь, я молюсь за тех, кто угнетен, кого дьявол мучит, кто переживает это давление, осуждение, кто в депрессии, в разочаровании, помоги им увидеть, что в Христе Иисусе есть выход во имя Христа Иисуса, я молю тебя, Дух Святой, пусть это слово, оно станет живым лично для каждого, кто в этом зале, кто смотрит онлайн, кто будет смотреть, пусть оно станет живым, пусть оно, Господи Иисус, движет внутри нас, пусть эти процессы исцеляют, внутренние процессы исцеляют наш дух, наше духовное состояние, возможно, оно слабое, возможно, оно больное, покалечено, во имя Иисуса Христа, возможно, в ком-то нету этого духа жизни, нету этого пребывания, на лозе, Господь, молюсь Тебя, особенно за тех, кто идет вперед, Ты их благослови, Ты, Господь, их обнови, во имя Иисуса Христа прикоснись, я за них ходатайствую, я за них молюсь, Бог мой, я их благословляю, Иисус, я молюсь Тебе, помоги нам, Боже, в этой жизни не потеряться, не потеряться, Господь, в приоритетах, не потеряться, что ценно для нас, Господь, я прошу, прости нас иногда за согрешение нашей, ошибки, помоги нам, Господь, всегда возвращаться, возвращаться к Тебе, к Богу, Который предлагает милость, выход, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, мы Тебя вместе славим, мы Тебе вместе сейчас молимся, вместе прославляем, мы, Господь, верим и принимаем, Господь, что мы так многим Тебе обязаны, Ты тот, от которого мы зависим, и, Господь Иисус, сегодня, Господь, мы исповедуем эту веру нашу в молитве, я прошу, Господь, пусть это Слово Твое, это инструкция на жизнь, через Библию, пусть она, Господи, сегодня направляет верующих, открывает глаза нам, если мы что-то, Господь, где-то в жизни промахнулись, помоги нам, Господь Иисус, это ценить, помоги этим жить, помоги, Господь Иисус Христос, принять это сердцем, Дух Святой, я молюсь Тебе, открывай нам, преломляй нам эту истину, Бог мой, Иисус Христос, я благословляю Твое имя, я благодарю Тебя, я Тебе поклоняюсь, я молюсь Тебе за церковь нашу, за всех, кто сегодня находится, Божий в этом доме, в этом храме, благослови тех, кто смотрит онлайн, во имя Иисуса Христа, Господь, кто искренне к Тебе обращается сейчас, Господь, кто, возможно, признает, что он не достоин участвовать, помоги им выбраться из этого состояния, помоги, Господь, прибегать к Тебе в покаянии, признавать, Господи, принимать веру Твое прощение, Господи, цепляться за эту надежду, за жизнь в Иисусе Христе, Бог мой, храни нас на этих жизненных путях, благослови, Господь, церковь нашу, помоги нам, Господь Иисус, эти духовные истины преломлять на практике, в жизни, во имя Иисуса Христа, помоги нам, Господи, жить в духовной жизни, не только в воскресенье, но и в понедельник, и в вторник, и всегда, Господь Иисус, помоги нам, духовно, быть здоровыми, помоги, Господь Иисус, нам эти отношения с Тобою не потерять.